Мы знали, против кого мы выходим играть, и должны были быть готовы играть. Опять нас подводит игра в неравных составах, опять пропускаем в меньшинстве, и опять пропускаем игра в большинстве, что вообще непозволительно для команд. Они были лучше сегодня, и надо делать выводы для себя, играть лучше в обороне, играть быстрее, играть. Каждый знает, что должны делать, и они нам сегодня показали, как нужно играть. В большинстве, пропущенные вторые группы подряд, что это? От чрезмерного желания реализовать большинство? Неважно, от чего это зависит, это непозволительно, и я думаю, что больше такого не повторится. Наконец-то вы должны забить в большинстве, и на ваш гол что вы заняли? Мало бросаем в большинстве, и работаем над этим на тренировках, и я думаю, что нужно еще в этом компоненте приводить. Хорошую игру провели, готовились, знали, что мастер-итая команда, времени нельзя давать много с шайбой. В принципе, ребята откликнулись на это, и я думаю, что хорошо поработали, и победили. Спасибо. СНЦСКА нам показал, почему они чемпионы, да? В мощи, в физике, да, превзошли нас, и свои моменты использовали, как, что было, сразу использовали. Сказ, победа. Спасибо. Алексей Дузенко, сайт Хаками Турок. Илья Петрович, в первом периоде вот эти две ошибки как-то выбили команду? То есть, и гол в большинстве, и в меньшинстве пропущили? Ну, меньшинстве, естественно, нельзя пропускать. Большинство сразу в первом, но я говорю, здесь очень... Нас съедали, только начиная брать шайбы. То есть, нас перебегали, и не пустили мощь, поэтому... Илья Петрович, в первом периоде, классно отрабатывает в зоне соперника, позиционка металлурга развивается, и эта смена, оказывается, для него единственный сегодняшний матч. Почему? Потому что у нас состав, Егор, он иногда нам помогает, и, в принципе, молодой игрок.